Добрый вечер. Сегодня утром все информагентства облетела сенсационная новость, что арестована дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, которая обвиняется в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, легализации доходов, полученных преступным путем. Гульнара Каримова, дочь за отца, так мы назвали наш сегодняшний эфир, встреча с нашими гостями, дипломатом Федором Шеломовым Коведяевым, бывшим первым заместителем министра иностранного дела Российской Федерации и президентом межрегионально-узбекского землячего Тандош в России Усманом Баратовым. Добрый вечер. Федор Владимирович, как вы считаете, какую репутацию вообще имела Гульнара Каримова при жизни своего отца? Ну, к сожалению, вообще ни о ком не хочется говорить негативно, тем более о женщине, но недаром же случилось так, что все-таки ее приструнил, скажем так, ее собственный отец, потому что большие неприятности начались пять лет тому назад, даже больше, просто они вылились вот в такую острую форму пять лет тому назад, и она получила уже уголовный срок, уголовное наказание, и отбывала его дома под домашним арестом. То есть, в общем, можно сказать, что в тот момент, вот когда произошел этот вот скандал в благородном семействе, в полном смысле этого слова можно сказать, репутация у него уже была не очень. недовольство и в элите, или, как теперь принято говорить, в элитах, и в общем, некоторое недоумение у людей, которые были и, может быть, остаются далеки от каких-то там верхушечных процессов, да, были достаточно велики. К сожалению, это факт. А вам как вспоминается то время, Усман, когда закат такой был, эра уже самого Ислама Каримова, и вот его дочку начали, что называется, давить. У нее отобрали несколько телеканалов, радиостанций и медиахолдинг. История очень печальная, не пожелаешь врагу своему, когда наследники доводят своих предков до такой степени, что своих старших предков. Они должны были гордиться, что у них отец президент. И Каримов-то фактически готовил свою дочку взамен себя. Она появилась на сцене где-то в середине 90-х годов. Она здесь в узбекском посольстве работала, здесь начинала свою карьеру в ООНе. Очень печально, что такие события происходят, потому что это не только позорит ее семью, но это и пятно на Узбекистан, к сожалению, на наш менталитет, так как, в общем-то, у нас принято уважать старших. Мы знаем, что, вот как сейчас Федор сказал, что у них в благородном семействе началось еще раньше, эти негативные явления. Вопрос, что ей не хватало. Все было, живи. И было бы то же самое, переход власти, как в Азербайджане, от старшего Алиева к младшему Алиеву. И все было бы. Я не знаю, такой, как будто жадность, везде хватало, все эти бизнесы у кого-то отнимало. И дошло до того, что сейчас теперь миллиарды, миллиарды долларов замешаны в этом криминальных схемах. На нее возбуждены уголовные дела Швеции, Швейцарии, Голландии, во Франции, еще ряди стран. Я вот не знаю, это такая патовая ситуация, еще отец не знал, что с ней сделать. Как Федор сказал, поместил ее под домашний арест, в отличие от ее окружения и ее гражданского супруга, которые получили реальные сроки и сидят в тюрьмах. Но и Мерзиав, новый президент тоже бесконечно на нее может держать. И отпустить ее нельзя. Она откроет рот и много информации полетит в средства массовой информации. И будет большое пятно и на руководство нынешнего узбекистанского руководства, и предыдущих, кто ушел в отставку. Перед арестом она уже начала сливать компроматы и на руководителя СНБ, это серый кардинал, фактически второй человек в Узбекистане. И на Рустама Азимова, министра финансов, как они по каким-то схемам делали деньги. Кому это хочется, чтобы завтра были возбуждены и против них уголовные дела. Не в самой республике, не в Узбекистане, конечно, а в международных судах. В том числе и, может быть, дело дошло, может быть, до Гаарского трибунала, если были бы очень такие печальные моменты. Очень печально. Врагу не пожелаешь этого, к сожалению. Федор Владимирович, я сразу вспомнил историю семьи Василия Виссарионовича Сталина. Через два месяца, как он умер, арестовали Василия Сталина. И тогда его младшая сестра, Светлана Аллилуева, предпочла даже вообще изгнание добровольное, осталась за границей. Почему так быстро, что ли, меняется отношение бывших холуев к сильным мира сего и к их потомкам? Ну, видите, дело в том, что верность холопа, она всегда сомнительна. Она имеет свои пределы. Да, пока рука тверда, пока он понимает, что его могут оторвать голову в любой момент, он смотрит в глаза, он льнет и исполняет любые приказы. Когда рука слабеет, или тем более, если человек умирает, и он чувствует, что эта хватка исчезла, то ведь, понимаете, в чем проблема холопа? У него нет чувства собственного достоинства. И поэтому он начинает вести себя как угодно. Но я бы не стал здесь сравнивать с той ситуацией, которая после смерти Сталина сложилась. Потому что там-то, конечно, действительно, вот то, что касается Василия Сталина, ну да, он чудил. Он, конечно, там и мы знаем, что он и увлекался алкоголем, и там женщин менял, как перчатки и так далее. Да, но все-таки, ну это скорее была такая мстительность, потому что у многих же дети пострадали благодаря Сталина. И вот это такая была мстительность, что вот давай теперь твои потомки пострадают. А здесь, я повторяю, здесь же на самом деле, к сожалению, был вынужден приструнить собственную дочь и ее собственный отец. Потому что она реально его подводила. Она реально создавала избыточное напряжение в элите. Потому что она занималась интригами, она сталкивала людей. Вот как сказал Усман, она отнимала у людей источники доходов, скажем так, да, там и так далее. Она действительно очень много знала и по случаю иногда начинала рассказывать то, что, наверное, не имело бы смысла рассказывать. При том, что действительно источники, из которых сложилась, скажем, крупная зарубежная собственность и недвижимая собственность, и движимое, да, и финансовое, и недвижимое имущество. Это тоже сомнительно. И это тоже постепенно все больше и больше стало осложнять жизнь ее отцу. Потому что его не так уж хотели принимать во многих странах, где ему надо было бывать по долгу обязанностей, которые он исполнял. Да, если он туда приезжал, то так или иначе там, ну, как минимум, пресса начинала задавать ему очень жесткие вопросы. А часто и во время переговоров его начинали, как мы говорим, трепать. И в этом смысле вот Тусман абсолютно прав, что ведь у детей должна быть ответственность. Так же, как у родителей есть ответственность перед детьми, у детей должна быть ответственность перед родителями. Потому что надо понимать, что если у тебя отец занимает высокий пост, если он представляет не просто себя, он представляет страну, он представляет народ, он представляет нацию, Он представляет, тем более, древнюю нацию. И в общем, мы не должны забывать, что в Средней Азии правителями со времен Хромового Тимура всегда были узбеки. То есть он представляет собой эту традицию. То есть того народа, без которого в Средней Азии вообще не решались никакие вопросы на протяжении полтысячи лет. Это как минимум. Что ты не можешь ставить этого человека в неловкое положение своими действиями. То есть должен все-таки соотносить свои аппетиты, правильно было сказать, с тем, чем все-таки занимается. И тем более не заниматься вот такими интригами, которыми Гульнарак, к сожалению, любил заниматься. Может, в силу характера, может, в силу каких-то других моментов. Усман, вот у нас в стране, так сказать, репутация Узбекистана, она во многом создана благодаря усилиям следователей Гдляна и Иванова, которые вели узбекское дело. Насколько это правдоподобна вся та история, что о несметных богатствах клана Рашидова и о коррумпированности вообще руководства республики? Ну, это, в общем-то, система породила того времени. Это так называемое хлопковое дело, которое переросло в так называемое узбекское дело. Это затрагивает наш народ в отрицательном плане. И я, в общем-то, тоже отрицательно к этому названию отношусь. Узбекское. Народ не может быть виноват. Это система породила. Породила Крым. В конце они, Гдляна и Ивановича, они в авторстве написали дело не хлопковое дело, а кремлевское дело. Не узбекское дело, а кремлевское. Я эту книгу внимательно прочитал. И они тоже пишут, не народ. Это порождение Кремля. Это Кремль выстрелил такое. Что думаете, кого-то было только в Узбекистане? Она, по-моему, еще более расцвела свое время на Кавказе. Вот. Уже на Средней Азии пошла уже по стопам Кавказа. Просто уже монокультура хлопок, она заставила делать приписки. Иначе план, план, еще раз, план требовал, не выполнишь плана. А план выполнялся, к сожалению, на бумаге. И это пошло хлопковое дело, узбекское дело так называемое. Сейчас наше время опять теперь идет по этим стопам. В отношении моих соплеменников, земляков, которые здесь в России, несколько миллионов человек трудятся. На первом месте по количеству этнических узбекий в России. Многие по ошибке считают украинцы. Украинцы на втором месте. И в отношении них очень негатив. На каждом шагу их там, милицию останавливают, обдирают. Эти придумали какие-то патенты. Ни в одном стране мира нет оплаты заранее за то, чтобы подмельцать улицы, трудиться. Чтобы люди заранее за это деньги платили. Наоборот, им нужно платить. Они сделали патентную систему. Выдворяют из республики. За несколько лет, теперь, значит, если они... Эта антимиграционная политика началась, как хлопковое дело, как вы сказали, в 12-13 годах. И до этого средний азов Узбекистан смотрел с уважением к России. Что здесь они хлеб зарабатывают, кормят семьи. За счет этого получается где-то половина республики кормилась за счет того, что отсюда деньги присылались. А из-за того, что теперь вот такое негативное отношение, такое негативное отношение к мигрантам, что их только на них, всех собак вешают. Теперь у них 90% ненависть появилась к России. И опять-таки народ сейчас чувствует себя, как вы сказали, в узбекском хлопковом деле. Вот сейчас опять второе. Трудовые мигранты получаются то же самое, как во времена Гляны Ивановы. Теперь негативное отношение к этим узбекам, таджикам. Немного киргизм. Киргизм полегче, они вошли в Евразийский экономический союз. Им патенты не нужны. Вот, к сожалению, такая ситуация. Опять народ в негативном форме. Федор Владимирович, вот почему не получилось в Узбекистане такая же передача, как бы клановая, наследственная власти, как, например, в Азербайджане? Нет, ну вот Усман правильно говорил, что в принципе такой план был. Было. Но для того, чтобы план осуществился, должен быть кандидат, который соответствует тем задачам, целям, которые перед ним стоят. Здесь вот, к сожалению, так не получилось. Это с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, вот если вернуться к началу нашего разговора, недостаток авторитарного режима всегда заключается в том, что следующий, кто приходит, должен чистить поле. Потому что иначе, если он его не расчистит под себя, то он будет свернут. Ну, давайте вспомним, что там султаны, эмиры, шахи и так далее начинали с чего? С того, что они просто физически устраняли всех своих конкурентов, начиная с братьев. Слава богу, такого не происходит в настоящее время, но в принципе, в принципе, да? А почему это делалось? Не потому что они там были такими вот зверьми там, или какими-то людьми неадекватными, или там властолюбцами такими, а просто они понимали, что всегда есть силы, которые будут заинтересованы в том, чтобы разыграть одного брата против другого. Поэтому, хотя все они были многодетными, и сыновей у каждого владыки было много, тем не менее, тот, который оказался наследником, не всегда старший, кстати, да, начинал устранять физически, устранять своих братьев. Кто-то из них бежал за границу и сохранял тогда свою жизнь, а большинство просто гибло. Вот, поэтому здесь еще надо учитывать такой момент, что Мерзиёеву действительно надо утверждаться. И у Каримова сложилась очень четкая система альянсов, на которую он опирался, да? Но эта система альянсов была ориентирована на Каримова. И Мерзиёев тоже в какой-то момент, в каком-то фрагменте входил в эту систему. А поскольку он сейчас поднялся над социальными участниками этой системы, да, то, естественно, у тех есть ревность, у тех есть такое чувство соперничества, что вот он стал, да, а мы вроде как тут опять должны теперь перед ним, да, как бы соблюдать все необходимые формы уважения, да, а мы же вроде как были же равными. Да, поэтому вот начинаются эти самые процессы. И я думаю, что может быть, кстати, между прочим, и будет заинтересованность в том, чтобы у Гульнара поговорила побольше. Потому что если она будет не только Рустама, да, не только Рустаме рассказывать, будет не только рассказывать о начальнике службы безопасности, я имею в виду, страны, да, если она назовет еще несколько, и это позволит открыть целую серию процессов, да, то это позволит Мерзиёеву просто расчистить поле для своей собственной деятельности, привести своих людей, которые будут лично ему преданы. Потому что иначе, я повторяю, ну вот авторитарный режим иначе существовать не может. Он всегда опирается на систему личной преданности. А те люди, которые окружали Каримова, были преданы Каримову. А Мерзиёев в данном случае для них не является тем человеком, на которого они готовы ориентироваться просто потому, что он стал президентом. Усман хотел спросить, вот арест такого человека, как Гульнара Каримова, он не мог остаться без ведома, конечно, первых лиц государства, то есть санкции сделаны нового руководства республики? Ну, естественно, без него, да, вы правы, это абсолютно невозможно сделать. Но все равно, рано или поздно это должно было случиться, как ранее было сказано, рано или поздно ее попытаются убрать полностью. Какие варианты есть? Естественно, ее никогда на свободу не пустят. Она может случайно оказаться на свободе, как Федор говорил, чтобы она заговорила. Это только в том случае, если к власти придет альтернативная власть, оппозиция какая-нибудь. В каком-то не было плане. Путь-то религиозная, путь-то светская. Хотя светская тут очень слабая, их там на пальцах можно пересчитать, и они между собой грызутся. Религиозная она такая более сильная, многочисленная. Но и опасная. И опасная, да. Может быть, всякие варианты быть. И игиловские, и талибовские, и какие, Бог его знает, какие варианты. И если к этому моменту она будет жива-здорова, хоть заперти, ее, естественно, вытащат, и дадут ей возможность все рассказать про все, про все. Это вот такой вариант. Вот тогда будет схема того, что Федора вылетит всю информацию. Но навряд ли ей дадут до этого времени дожить. А если будет это приближаться, ее быстро там удушат, или еще что ему сделают. Ну, я не знаю. Короче, не дадут ей сказать ничего. Никому это не нужно. Но если этого не будет, перемена власти, что это могут сделать? Вечно ее не будут, потому что европейские страны требуют ее выдать, чтобы опросили туда. Как-то приезжал следователь один, по-моему, шведский, по-моему, следователь. Немного опрашивал ее. Ее не дадут на суд туда, в Европу. А что нужно сделать? Удушить тоже нельзя, не поверить. С годами, конечно, скажут, что подготовить почву, она начала болеть, там, острая сердечная недостаточная. И в тюрьме якобы умерла, в конце концов. Это один вариант. Другой вариант. Второй вариант может случиться то же самое, что сделал Каримов со своим племянником. Журналистом, вашим коллегой. Он своего племянника упек в психушку. Тоже фамилия Каримов. И вот только после смерти Каримова он вышел на свободу. Очень много лет пробывал. Просто ее тоже объявят недееспособно, а недееспособный человек уже не имеет права давать. То есть, его показания будут не приняты в суде, как в соответствии с законом. Это уже недееспособно. Сделать ее овощем. И ее не просто так на бумаге сделают. Ее на самом деле, пару уколов сделают. И она на самом деле до конца жизни, она свое имя даже не вспомнит. На этом, скорее всего, так и будет. Одно из этих двух-трех вариантов. Никому не нужно вот это компромат. Даже миллиарды-миллиарды долларов крутится. Миллиарды-миллиарды рублей. И Хлопкова дела, и другие дела. И подтянут уголон дела, и на руководство нынешнее, и предыдущее. Так что это не дадут ей сказать, по всей видимости. Спасибо. Федор Вадимович, а насколько устойчивым выглядит с международной точки зрения узбекский режим? Нуждается ли он в поддержке из-за океана? Или, может быть, он больше ориентируется на Москву? Нет, ну вот смотрите, при «Исламе Ака», как его называли, да, и он на самом деле был очень умным, да, и даже мудрым человеком. Все-таки я его неплохо знал, да, потому что мы с ним знакомы с 90-го года были. Еще когда вот я стал депутатом только, да, и одна из первых поездок моих была как раз в Узбекистан, и первая встреча длилась пять часов, мы говорили, пять часов, да, все-таки там. Ну, депутат, но все-таки не союзный, да, просто одной из республик был, да, а он первый секретарь в ЦК Союзной Республики, и тогда уже, как бы, уже президент, да, это тоже показывало просто уровень, как бы, вот, глубины восприятия мира этим человеком, да, потому что удивились, мне было, мне 35 лет тогда еще не было, да, то есть он уделил очень много внимания мне и моему коллеге, с которыми приехали, это Анатолий Шабадов, вот, это было в скорости после событий в Ферганской долине, вот, вот, в такой довольно взрывоопасной и горячей ситуации. Вот, так вот, он выстраивал, в общем, такую довольно сбалансированную политику, потому что он смотрел на Запад тогда, когда это было выгодно, а, в принципе, политика любой страны строится на выгоде, да, она же не строится на каких-то там просто абстрактных вещах, да, когда это было полезно, он смотрел в сторону Москвы, и в этом смысле Узбекистану, ну, естественно, в идеале надо выстраивать доброе и хорошее отношение со всеми, для начала со всеми своими соседями, а потом вообще, ну, со всеми влиятельными силами в мире. И в этой связи, кстати, есть одна, одна гипотеза, которая уже высказывалась вот в эти дни, что, в частности, арест Гульнары, Гульнары, Крима, может быть, связан с тем, что вот хотелось бы показать западным партнерам, что Узбекистан меняется, что вот эти вот обвинения в коррупции, вот эти вот все обвинения в воровстве и так далее, и так далее, которые были связаны с именем Гульнары, вот они будут расследоваться, и что будет открытый процесс. Но пока, во всяком случае, вот опять же, в эти несколько дней мы такого развития событий не видим, потому что уже выступал адвокат швейцарский, который сказал, что он в течение нескольких месяцев не имел доступа к своей подзащитной и к своей доверительнице, потому что она уже осуждена, да, не подзащитная, а своей доверительнице. И вот сейчас, после того, как ее уже арестовали, то есть увезли в следственный изолятор, он тоже не может с ней связаться, ему не дают возможности это сделать. Поэтому вот тут тоже вопрос, будет ли открытый процесс, Усман прав, да, или будут какие-то другие вещи. То есть, есть ли это какой-то посыл в сторону Запада, что вот давайте мы будем показывать открытость, мы будем показывать борьбу за честность, за деловую честность, борьбу с коррупцией, а мы хотели бы, чтобы вы там пришли к нам с инвестициями и так далее. Пока вопрос открытый для меня лично. Усмана, как вы считаете, вот, насколько щепетильным должно быть нынешнее руководство республики, чтобы не вызвать подозрений в том, что вот к осужденной применяются какие-то запрещенные методы? Ну, естественно, это вот тонкий вопрос. Щепетильным будет, а ее пока трогать не будут какое-то время. И вот сейчас Федор очень правильно подметил, это позыв к Западу, то, что ее арестовали. Это что, у нас все-таки закон работы, что перед законом все равны, хоть она и дочка бывшего президента, для нее тоже закон есть. Но это все равно, это когда якобы, это сигнал и Западу, и в какой-то мере, и для Москвы, что с нами можно работать. И плюс еще, это пиар. Пиар перед народом Узбекистана. Вы знаете, у дочки Каримова авторитет ноль. Ниже Плинтус, как сейчас молодежь говорит. И то, что вот ее, когда поместили под домашний арест, комментарии читаешь, ну, все были как бы, да, правильно и так далее. Она всех достала, так сказать. Особенно бизнесмены, у кого она там бизнеса немало. И, естественно, вот сейчас нынешний президент одну пулу убивает даже не одного и не двух зайцев, а трех и четырех зайцев. И перед населением республики свой имидж поднял. И перед Западом, и перед мировым полностью сообществом. Это, в общем-то, его имидж поднимает. Флаг ему в руки. А то, что вот сейчас Федор еще говорил, вспоминал, что Каримов очень хорошо поступал. Да, в какой-то момент Каримов хорошо поступил, не довел республика, как в Таджикистане. Гражданская война у нас, слава богу, вот мимо, прямо вот подходила и проскочили мы. У нас в начале 90-х годов, у кого деньги имеются, у них свои отряды были уже, оружие было. Да, вот такие моменты. Это я за это спасибо Каримову, но он перевернул, вот что-то. Размах его шашку, разнес пух и прах, и оппозицию, и, значит, умных людей все уехали на Запад. Пересажал, кого, значит, на ту свет отправил, кого еще куда-то загнал. В общем-то, хотел доброе дело сделать, но перевернул палку, к сожалению. Перевусерствовал. Да, перевусерствовал. Да, а насколько, вот, Федор Владимирович, соблюдается, на ваш взгляд, преемственность режима, вот, как ушел Ислам Каримов, и насколько изменилась, может быть, кадровая политика или какие-то, может быть, кланы новые приходят к власти? Нет, ну, смотрите, все-таки новые президенты избраны так давно, поэтому пока таких каких-то тектонических изменений не произошло и не могло произойти, потому что, я повторяю, да, это человек один из равных, да, и здесь надо аккуратно себя вести, да, потому что, иначе это война, да, вот, ну, я же недаром упомянул о том, как вели себя там наследники в прежние времена, да, то есть тогда либо надо просто уже там начинать по-настоящему воевать, то есть сопротивление будет серьезным, и правильно Усман сказал, в конце концов, и на руках у людей оружие есть, там, и оно осталось, и люди будут защищаться, защищаться, защищать свои жизни, жизнь своих семей и так далее, да, поэтому никаких тектонических сдвигов пока, во всяком случае, здесь не наблюдается, в том числе, если говорить о преемственности в политике в отношении России, она, по-моему, есть, и такие интенсивные отношения существуют, опять же, если говорить о преемственности вообще, в принципе, внешнеполитического курса, то он тоже есть, потому что пока Узбекистан сохраняет такую срединную позицию, нейтральную позицию, да, там, к разного рода проектам, которые существуют вокруг Узбекистана, да, то есть та же самая политика, которую проводил и Ислам Абдуганиевич, то есть, в общем, вполне пока все так, но, я повторяю, да, как это говорится, да, восток дело тонкое, да, и как, опять же, я первый раз, когда оказался в Узбекистане, это было осенью как раз, это я занимался еще древностями, да, и я услышал от одного пожилого человека такую фразу, куда спешить в такую жару, а она на дворе была до минус 20 градусов, вот, в этот момент, да, то есть, понимаете, да, то есть, это такая, вообще, в принципе, это образ жизни, да, то есть, вот, ну, суетиться не надо, да, как, как, не надо суетиться, вот, поэтому, давайте посмотрим, в конце концов, я после избрания нового президента прошло не так много времени. Ощущается ли вот ставка Кремля на, именно на вот эту кандидатуру, то есть, насколько мудро кремлевский руководитель поступает, поддерживая нового лидера? Я бы не согласился с вами, он и не поддерживает, и не опровергает, и так, он не вмешивается. Пока еще, да, да, в этом необходимости нет, и республика варится в своем соку, и Россия сейчас не до Средней Азии, не до Центральной Азии, у нее свои проблемы, проблемы Крыма, проблемы Украины, проблемы экономические, и прочее, прочее, и, да, и такого остроты нету, но нельзя исправлять это, он же все-таки 13 лет был руководителем правительства республики, вторым человеком был, это фактически тень Каримова, политика Каримова продолжается, ничего измени не будет, он же на похороны его клялся, как бы, это мой, типа, отец умер, фактически названный, он плакал на похоронах его, его имя называют улиц, аэропорт ташкентский, в Москве попросил назвать сквер, центр рядом с посольством Узбекистана назвали сквер Каримова, где сейчас алкаши, надо сделать себе место, где там распитие, спиртонаписка укромная, вот, политика Каримова не изменится, необходимости нет, но какой-то немножко холодок прошелся, первое государственное визит, в Мерзияево, как всегда, многие ожидали, что будет в Москву, вот, но первое государственное визит сделано не в Москву, как ожидали, а в Туркменистан, и второе даже не в Москву, а в Казахстан, его лишь третью, почти спустя полгода, после, вступления должности, он сделал в Москву, естественно, Путин, это не прошло, незаметно для Путина, Путин его тоже сделал, такой же демарш, первый государственный визит, по протоколу, должны встречать в Аерападу первые лица государства, или президент, или премьер-министр, или глава парламента, ну, редко, в крайнем случае, бывший ваш начальник, руководитель, МИДа, ничего этого не было, мы с ним были равны, тогда мы были, так что Путин отправил его встречать, рядового министра, вот, в аэропорте, это тоже, такая дипломатическая, так сказать, укол такой, да, а в какие международные, сейчас, сообщества входит, Узбекистан, ну, она входит в ШОС, входит, СНГ входит, ряд, еще двухсторонние, есть, договоры разными государствами, но, основного, если что связано с Россией, это ШОС и СНГ, вот, СНГ для народа, что да, только то, что право без въезда в Россию, вот это плюс, а так народ ничего не ощущает, но к республике Узбекистана нужно относиться очень, очень тонко, к Кремлю не надо от него отмахиваться, особенно, значит, теме, вот, миграции, отвергая Среднюю Азию, Узбекистан, давайте подойдем математически, республика Узбекистан, где-то года два назад, перешагнула 32 миллиона порог населения, она и в советское время была, третья по численности, после России, Украина, третья по численности Узбекистана была, это только республика Узбекистан, расположение ее, центра Центральной Азии, дважды центр, дальше, значит, все окружающие другие республики, Киргизия, второй по численности населения Киргизии, этнические Узбеки, Казахстан, южная часть Казахстана, почти все Узбеки, дальше Туркменистан, тоже Чаржо туда-сюда, тоже Узбеки, Северный Афганистан, там даже вице-президент Узбек, генерал Дустун, тоже этнические Узбеки, Таджикистан, тоже на втором месте по количеству Узбеки, если взорвется Узбекистан, но считаю, что третья мировая война, мало не покажется, население молодое, даже чтобы в Узбекистане в армию попасть, все наоборот, чем здесь, нужно дать кому-то на лапу, комиссии, еще даже официально есть заплатить государству на счет, чтобы в армию служить попасть, чтобы там один год там что-то кормиться, кушать, одеваться, и потом еще идти по карьерной лестнице, в милицию можно попасть, работать в государственную структуру, молодежи много, работы нету, То есть элементами коррупции все это, да? Элемент коррупции, население большое, экономика остановилась, все разрушили, все растаскали, разворовали, все там знакомые, родственные чиновники раскидали, бывшие заводы, фабрики, там ничего, там стены, рожки-доножки остались, поэтому я считаю, что Россия, нужно открыть доступ, пошире, трудовой миграции, из Центральной Азии, они есть рассосуды, по этим просторам России, ну все-таки Россия самая большая в мире, по территории государства, вот, ну снимет напряжение, ну это несколько миллионов людей, если они так будут выжимать, выжимать, ну и вернутся они в Узбекистан, ну какая-то часть уйдет криминал, какая-то часть куда-то в ИГИЛ, я не знаю, Талибан, еще что-то такое, ну основная масса, будет социальный взрыв, кушать хотят, на площади выйдут, с детьми, стариками, будет социальная взрыв, цветная революция, ну вот прокатили там две цветные революции, Киргизия, вот, мало не показалось, Таджикистан, 20 лет назад, гражданская война, сколько 200 тысяч жизней унесло, вот, не дай бог, но если Узбекистан взорвется, и за ней потянутся эти ближайшие республики, но тут уже ни Россия, ни Америка, ничего, никто не остановится, вспомните Басмачеву, она началась еще до революции, в 16-м году, и закончилась перед самой отечественной войной, 20 с лишним лет, к сожалению, да, но мы с Федором Владимировичем помним еще, когда во времена нашего детства даже, Ташкент был символом единения всех союзных республик, после землетрии и севсения, весь Советский Союз устанавливал, да, песня же была какая-то замечательная, да, Ташкент, звезда Востока, закрыт дружбы и тепла, Ташкент, да, я снимал фильм, Ташкент, город Хребен, и у меня главный герой был Андрей Вознесенский, который написал, в течение поэму, помогите Ташкенту, он первый поехал туда, вот, каким вспоминается вам то время, когда все, вроде, все республики, поднимали вашу. Да, это землетрясение, были там плюсы и минусы, вот, район Челанзар, Ташкентский, это в основном построено республиками, с помощью там, кварталы, вот, после землетрясения очень многие остались там, из России, из Украины жить, вот, был еще даже печальный случай, когда, эти же дома должны были передаваться жителям местным, кто пострадал от землетрясения, но почему-то очень многие дома передавались, кто приехал строить, они там заселялись, и этот вопрос подняли грузинские строители, ни один грузин, приехав на стройку, не взял квартиру, не остался, вот, они, они, почему, мы строим для них, а вы, вот, из России, из Украины, вы заселялись. Обиделись, да? Да, мы же не для них, был такой момент, да, и он на самом деле много осталось там, вот, вместо того, чтобы местом отдавать, сами заселялись многие, были такие моменты, ну, ладно, это негатив всегда есть, везде пена есть, к сожалению, но это вот сплочение, дружба, землетрясение показало, что как народ, я сам закончил русскую школу, у нас класс, каких только народов не было, и армяне, и поляки, и татары, и евреи, и русские, естественно, на Узбеке, вот, я в несколько раз в школах учился, вот так получалось, мы по работе отца переезжали, то в Анижане, то в Фергане, немножко в Магеллане, вот в голову не проходило, в классе, что ты там, такой-то национальный, в голову не проходил, вообще даже близко, вот в каких школах не учились, наоборот, даже интересно было, вот, а у вас как, у вас на родах, вот это как делается, или еще там, как что-то, принижая кого-то по национальному признаку, в голову не проходил, а тут вот сейчас, на этих мигрантов смотрят, так негативно, а естественно, а там уже говорят, в России фашистуют, Россия, что фашистская организация, что превратилась, мигранты там называются, нас тут бьют, колотят, отнимают деньги, закрывают, депортируют, и прочее, прочее, к сожалению, вспомните цифры, республика Узбекистан, послала на фронт, более полтора миллиона человек, ну, естественно, количество большое, третье, по-честному, из них более полмиллиона не вернулось из поля сражения, вот, а Англия и Америка потеряли на войне по 400 тысяч человек, а Узбекистан больше, чем Англия и Америка потеряла, они на основании этого стали членом Совета Безопасности, а Узбекистан до сих пор не стал членом Совета Безопасности, хотя больше потеряла на войне вклад, и так далее. Постоянным членом, да, иногда он бывает, и временным еще Узбекистан не был, еще, но это еще все впереди, и еще до Распорта Союза членом ООН не было, а в советское время членом ООН была и Украина, и Белоруссия, помимо СССР. Да, конечно. Да, ну а в какой момент эта ксенофобия началась, что и русских там, может быть, чуть-чуть где-то притесняли, не скажешь, что в Ташкете? Здесь они соглашаются, что русских там не притесняли, и до сих пор не притесняли. Не притесняли. И вот спросите, какой-то русский, который сейчас там живет, он это скажет, нет. Есть некоторые русские, я встречал с ним, уехавшие, но они уезжают по экономисту, так же, как сейчас гастарбайты работают, они по экономисту соображениям уезжают. Но я встречал здесь некоторых русских, которые спекулируют на этом, якобы нас оттуда гнали. Я говорю, ты конкретно скажешь, они обманывают. Нету ни одного случая. Но бывают всякие на бытовой почве, где-то ты дурак, сам дурак, типа этого там, всякого может быть, это не только межнациональное, а внутри это может быть. Я не знаю, что это межнациональное. То есть их никто не выгонял? Нет, нету, не было и не будет. Не отбирали собственность, квартиры? такого не было. У Слава Каримова жена наполовину, она тоже европейка. А вы, Федор Владимирович, как считаете, там были проблемы с русскоязычным населением? Ну вот, таких острых проблем, скажем, как мы знаем, в Таджикистане, где просто была гражданская война, конечно, в Таджикистане таких проблем не было. Иногда я могу сказать, что все-таки были некоторые вещи, которые, они не связаны, кстати, с этническими моментами, которые мне лично не очень понятны. Мне, например, непонятно, зачем нужно было уничтожать храм в Ташкенте, который простоял и при советской власти. И главное, дело даже в том, что там были фрески, написанные Билибином. Это вообще просто уникальное художественное произведение даже было. И на самом деле, ну, поскольку Узбекистан независимая страна, да, это было элементом национального достояния страны, как таковой. И вот почему это было уничтожено, я, честно говоря, не понимаю. Потому что это не, опять же, я не могу сказать, что есть какие-то президенты по религиозному признаку, скажем, в Узбекистане, там, христиане вполне себя комфортно чувствуют, там, есть епархия, есть владыка, митрополит, которая кормляет паству, есть много храмов. Почему вдруг взяли это и сделали? Вот у меня объяснений просто никаких нет. Потому что я говорю, это просто, просто Узбекистан, как страна, потерял замечательный, совершенно памятник истории, культуры, там, и так далее. С этим храмом не было связано никаких негативных моментов, потому что он был построен намного позже известных трагических событий, связанных с именем Скобелева, Кауфмана и так далее. То есть там, скажем, это не было местом захоронения каких-то русских солдат, которые, или офицеров, которые подавляли восстание, да, известное. Вот, то есть это как-то вот совершенно непонятно. Я думал, тема уничтожения не только этих христианских памятников, но и Каримов начал уничтожать и памятники погибшим в Отечественной войне. Он уничтожал связь Узбекистана, что он в какой-то степени связь с Москвой, с Россией. Это он делал свою политику, как бы отдалять, дистанцировать от Москвы. Я и в историческом плане от него не зависть. Вот, это один из перегибов Каримова, о чем мы ранее говорили, что был вроде бы толковый мужик, но перегибал. У нас, как говорится, по говорке он ему сказал якобы принеси тюбетейку, а он вместе с тюбетейкой и голову отрезан принес. Вот он перебор, перебарщивает. А ему, к сожалению, часто у него такие заскоки были у него, особенно последние годы. Может быть, не знаю, старческий маразм, как называется, или еще, я не знаю. но это не стало системой, да? То есть, в принципе... Да, я не могу сказать, что там есть какая-то система. Это точно. Не выдавливают русских, не ограничивают русские школы. Более миллиона русских сейчас живут в Узбекистане. Ну, смотрите, значит, есть некая общая тенденция, которая существует во всех республиках бывшего Советского Союза. И Узбекистан здесь не является каким-то там пионером в этом, или первенствующим. Ну, раньше как было, чаще всего, что еще до того, как, скажем, национальные кадры стали возглавлять партийные в структуру. Первым секретарем был русский, а там Узбек, таджик, казах, был вторым. Ну, в Казахстане, скажем, это случилось в последнюю очередь. Мы помним еще там как раз, когда мы были молодыми людьми, да, еще в комплексе с Казахстаном. Когда назначили Колбина Геннадия Васильевича. Да, да, да. Возглавлял русский, да? Вот. После того, как была профессиональная независимость, тенденция пошла противоположная, да, то есть, как бы все командные посты занимают, ну, если мы говорим в Узбекистане, узбеки, русских там практически на первых позициях не найдешь, да, но русские остаются на вторых позициях, на вторых, на третьих, да, в общем, во многом ключевых позициях. То есть, если человек, конечно, хочет стать, не знаю, министром или премьер-министром, или вице-премьером, он не станет. Если у него такие амбиции, то, скорее всего, он из Узбекистана уедет, потому что, ну, как бы, в данном случае, вот, карьерного роста такого быть не может, да, но, если вот таких амбиций нет, то, в общем, люди чувствуют себя, насколько я знаю, в общем, достаточно спокойно. Я бы рекомендовал, используя ваши трибуны, все-таки тут смотрят их, эти чиновники, если они хотят, чтобы в Узбекистане был покой, стабильность, чтобы не было выполнения всяких цветных революций, вот нужно все-таки, я, как еще и ранее говорил, убрать это антимиграционную политику в отношении бывших республик СССР, открыть это, убрать это, всех, кому запрет, сейчас около двух миллионов человек запрет в Россию въезд, их запрет отменить, тем более, у нас были две амнистии, посвященные 70-летию победе и юбилей Конституции Российской Федерации, амнистировали всем, кто отшуждены до пяти лет и менее, то есть, соответственно, эти административные правонарушения, то запрет, а тем более, они автоматом должны быть амнистированы, почему-то их не амнистировали, нужно открыть им въезд, пусть они здесь работают, трудятся, но лучше пусть он здесь с метлой лопатой ходит, чем потом там с автоматом бегает, по-моему, для России не надо тоже накалять обстановку у себя под боком, чтобы были здесь бои шли в Центральную Азию, это никому не нужно. А насколько сильны религиозные предрассудки, каково положение женщины в республике? Есть там какие-нибудь, может быть? Ну, по советской пространстве, естественно, когда уже коммунистическая идеология ушла в небытие, естественно, роль религия возросла, возврат, знаешь, к старым обычаям, ну, женщина, конечно, в пару дней не ходит, Каримов и нынешний президент, они делают все, чтобы не были религиозные элементы, даже вот женщинам запрещают на улице ходить в платке, повязанном, ну, по религиозному обычаю вниз, чтобы за ушами были, потому что не показывают религиозные. Но внутри, сразу знаю, в сердце, в людях, это религиозно очень сильный элемент, это сжатая пружина, больше всего в тюрьмах сидят по религиозным мотивам, так сказать, в кавычках, скажем, оппозиция, скажем, по религиозным мотивам. А оппозиция у вас именно религиозная, да? Нет, она есть и сверская. исламское движение Узбекистана, с чего все началось. Вот они в основном политзаключенные. Когда Ислам Каримов начал очень жестко подавлять вот эти самые явления, и на самом деле вот на первом этапе я бы согласился, с Усманом это было правильно, потому что просто потом пошли перегибы, но в принципе, потому что вот когда я вот недавно вспомнил 90-й год, в общем, мы тогда с Анатолием и пообщались с разными совершенно, да? То есть, как очень тоже мудро сделал президент, да? И тогда первый секретарь еще тоже, да? Он поговорил с нами, потом сказал, ну вот теперь походите сами посмотрите, да? И ни с кем, ни с кем, никаких сопровождающих нам не дал. То есть, с нами никто не ходил, не говорил, с кем разговаривать, с кем не разговаривать, да? Вот. А потом с нами еще три часа проговорил. Просто как бы, ну вот спрашивая, что мы увидели, как мы думаем, что объясняя какие-то вещи. И в общем, я могу себе представить, что если бы он довольно жестко в этом, на этом первом этапе себя не повел, то в общем, наверное, события аналогичные тому, что случилось с три часа, могли бы случиться. Могли бы случиться. Если говорить о чисто религиозном факторе, то, опять же, тут нужно учитывать, что в Средней Азии, в том числе, не только там в Татарии, в Башкирии и на Северном Кавказе, все-таки ислам другой, чем в Аравии, там, я не знаю, или на Ближнем Востоке. И в принципе, традиция сосуществования разных религий, разных вероисповеданий, она в Средней Азии тоже, как бы, родилась не вчера и не с приходом России, потому что там христиане жили и до того, как произошло включение этих территорий в состав Российской империи, да, там жили и сторонники других религий, там, не только авраамических религий, вот, поэтому ислам другой, ислам не такого жесткого, или, как теперь принято говорить, экстремистского толка. Что касается положения женщины, тоже не надо утрировать. Женщина в исламе хозяйка в доме. Вот я не знаю, там, правильно я это сделаю или нет, да, но в принципе в доме слово женщины является определяющим. Любой вменяемый, здоровый головой и всем остальным муж сделает все, что необходимо жене. он полностью хозяин за пределами дома. И вот мы видим, как ведет себя жена за пределами дома, как она действительно идет сзади мужа, за мужем, в полном смысле этого слова, потому что он ее защитник, потому что внешний мир может быть агрессивен, в том числе по отношению к ней. И муж лидер, да, а в доме, вот, все, что касается хозяйства, лидер жена. Все, что касается повседневной бытовой жизни, потому что муж, опять же, большую часть времени проходит за пределами дома, жена ведет дом, поэтому естественно, она говорит ему, что ей нужно для того, чтобы вести хозяйство. И муж делает то, что она говорит, потому что, повторяю, если он здоров головой, сердцем, и всем остальным, он понимает, что это и его благополучие, и благополучие детей, и пример детям, как дальше жить, и так далее. Так что здесь вот эти вот такие немного, как бы, такие поверхностные западные суждения, они совершенно неуместны. Один араб мне прямо говорил, как мы можем допустить равноправие, когда она командует мной в доме, если я ее еще пущу командовать мной на улице, тогда где вообще будет мое место? Что я вообще смогу делать в этом мире? А насколько насыщена сейчас республика огнестрельным оружием? Ну, это не знает никто. Ну, вот, например, в Таджикистане там у каждого под кроватью есть оружие. Я знаю, когда были волнения события в Киргизии, когда резня была. Да, она казалась, что у всех есть оружие. И тут в Москве около Белого дома более 10 тысяч человек узбеков собралось. Я тут был, что мог сделать, чтобы этого не разрослось. И в России резня не было в отместку. И вот таджики были на стороне узбеков. И они вот ко мне, как лидеры, подходили. Мы на вашей стороне. И многие такие авторитетные здесь таджики говорили. У нас зарыто еще со времен гражданской войны оружие много. У многих есть зарытое оружие. До поры, до времени у нас стоит. Если что, если будет вооруженно, мы оружие откопаем и будем на стороне узбеков воевать. Так же, значит, у таджиков есть оружие. Там залит в республике. В Москве. Я не знаю в Узбекистане насколько. У нас гражданской войны не было, поэтому навряд-то Каримов там почистил. И возвращая к сегодняшней теме, правильно Федор сказал, по поводу сегодняшней темы, если бы Гульнара Каримова вела бы себя как истинного узбекиста, религиозного и так далее, как Федор сказал, была бы замужем, тихо сидела бы, она бы сегодня наверное в тюрьме не была бы. Вот ее родная сестра. Тихо, нормально, спокойно, их бизнес имеет, живет там за границей вторая дочь Каримова. Вот такое печальное событие. И все-таки вот у нас заканчивается на эфир несколько минут осталось, все-таки еще раз уже Россия не надо закрывать глаза на ситуацию Узбекистана. Нужно открывать двери, пускай Россия вмешивается не в таком негативном плане, а вмешивается в страны Центральной Азии, распахнув свои двери. Также пусть принимают наших узбеков, таджиков, также как Узбекистан принимал во время войны, миллионы беженцев во время войны к себе, свои дома отдавали, сами на улице спали, полтора с лишним миллиона беженцев принимали. Анахматова была в эвакуации в Ташкенте. Анахматова была и в киностудии Мосфильм уезжала, и Ивана Грозова в какой-то степени снимали, многие заводы, фабрики туда осели, поэтому промышленность пошла. Более 300 тысяч детей приняли, утром проходил эшелон на Ташкентский вокзал с детьми, к вечеру ни одного ребенка от этого целого эшелона не оставалось. Да, сколько ленинградских детей сколько спасли. В том числе и соседи Путина, Медведева, детей. Соседи по подъезду еще там. Поэтому пусть господин Медведев Путин подумает, что блокадные ленинградцы тоже у нас в Узбекистане нашли кров. пусть узбек. Ну да, и оздоровились, потому что там витамины все были, фрукты. Так что давайте раскрывать перед другом двери, и Узбекистан пусть открывает двери перед бывшими братскими исповлинками. И Россия открывает, хватит, давайте все-таки разбегались, разбегались, тебе давайте собираться, наверное, пора. Как и говорил академик Сахаров, мы сейчас будем разбегаться, а потом собираться. но пора собираться нам. Хоть не в едино государство, но братские какие-то устройства. Но пора собираться, это мы понимаем, но просто главное, чтобы не было междоусобиц внутри республик, межклановых каких-то конфликтов, вот против этого мы выступаем. Ну, с одной стороны, то, что там авторитарный диктаторский власть, это всегда свои плюсы имеет, когда имеется авторитарный диктаторский власть, не бывает таких оппозиционных не только партии, но и затихает, и даже уголоченно затихает. Ну, если мелкие карманники не брать, потому что власть видит во всем оппозицию, и религиозную, и экономическую, например, там Рустам Банк в тюрьме сидел, недавно вышел, и криминальную, и межусобицы тоже не будет. Диктатор он всегда ревнует, так же, как во времена Сталина, свои плюсы и минусы. Так что, давайте, Союз, конечно, мы не соберем, хотя мы в 1991 году голосовали за сохранение Союза. Средняя Азия, кстати, больше всех проголосовала за сохранение Союза. Самое большее в Туркменистане 99,99. И журналисты говорили, давайте столицу переведем в Ашхабад. Союз Союз Союза. программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзо-старший. Это программа Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Сильман. Всего вам доброго. Всего доброго.